Здравствуйте, с вами Любовь. Посмотрите, как меня удивил мой малюсенький дендробиум. Обратите внимание на его стволик слева. Но обо всем по порядку. Отделила я его от материнского растения аж в июне прошлого 22 года. Я и сама не думала, что это было так давно, но посмотрела сегодня записи. Оказывается, время бежит действительно очень быстро. К сожалению, два взрослых дендробиума у меня погибли. После пересадки они постепенно зачахли. Некоторые детки уже у меня проданы были от этих дендробиумов. А вот эта детка сохранилась. Посажен дендробиум в 200-граммовый стаканчик. Там есть внизу дренажное отверстие. Субстрат, кажется, состоит с добавлением мелкого керамзита к коре. Кора тоже очень мелкая. Уже точно не помню состав. Удобрять я начала дендробиум примерно через месяц после отделения. Для подкормки использую удобрение для декоративно-лиственных растений, чтобы стимулировать его рост. Но какого-то роста я не замечала. Удобряю примерно раз в две недели. А поливаю по мере просыхания грунта. Иногда просто сверху проливаю, иногда замачиваю. И вот в конце октября этого года я заметила, что у него на стволике что-то растет. И как оказалось, это детка. Посмотрите, сам от горшка два вершка, как говорится, а уже растет детка. Уже даже листики вот там вверху формируются. И корешки уже есть. Вот это чудо так чудо. Такого я от него никак не ожидала. И с правой стороны, посмотрите, тоже что-то растет. Бубочка какая-то там небольшая. Вот так удивил меня этот дендробиум. Такого сюрприза я никак не ожидала. Не знаю, удастся ли мне дождаться когда-нибудь его цветения, как быстро он будет дальше расти. Но оставляю его просто для интереса, как говорится. Буду за ним наблюдать. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем здоровья и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин